Продолжение следует... Которые детям дают возможность почувствовать себя настоящими туристами. Каждый коллектив проходит так называемую полосу выживания. Пятикилометровую дистанцию с различными испытаниями. Вот команда из седьмой школы подходит к заключительному этапу транспортировки человека с серьезной травмой. Участникам необходимо как можно быстрее соорудить носилки, оказать первую помощь пострадавшему и дойти до финиша. Задачами лучше всех справляется Ярослав Ильин. Однако выше других негласный лидер команды себя не ставит. Мы сложный коллектив, нам не надо как-то командовать друг другом, мы все равны. После финиша команды отправляются по своим лагерям, где они отдыхают после насыщенной испытаниями дистанции. Но полежать на солнышке не придется, надо дров нарубить и обед приготовить. С хорошим настроением, как у юных туристов, любое дело спорится быстрее. Здесь собраны те, кто любит походно-туристический досуг и хорошо знает, что отдых – это смена видов деятельности. Ну, это как раз-таки выходит один раз в год только, именно здесь. Поэтому здесь очень нравится. В принципе, в городе же так не отдохнешь. Для участия командам было необходимо только желание и рюкзак с вещами за спиной. Все остальное им предоставили организаторы туристического слета. Условия для проживания детей и сопровождающих в частности. Вы видите, как хорошо окошена поляна. Она обработана противоклещевым раствором. Также мы обеспечиваем доставку чистой артизанской воды для детишек. Помимо этого, на каждом испытании дежурили сотрудники спасательной службы, которые не только контролировали, но и оценивали действия участников. Проводим мы соревнования совместно с Центроспасом МЧС России. То есть ребята нам помогают. Это наши главные судьи, которые находятся в лесу и обеспечивают безопасность наших участников. Победную гегемонию с самого начала зародили участники из школы поселка Измайлово, которая уже два года подряд становится чемпионами туристического слета школы безопасности. Вот и в этот раз коллектив не собирался уезжать без победы. У нас очень хороший капитан команды, он умеет вести за собой ребят, Шарипов, Актелек. Но ребята уже дружная команда, слаженная, поэтому это, в общем-то, их заслуги и их победы. Однако главным для всех участников была вовсе не победа, а возможность провести время в лесной чаще, сидя у костра с друзьями и поучаствовать в сложных, но полезных испытаниях. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.